Девушки отдыхают Би-Би-Си Эссекс Жизнь Луизы Харкнетт – настоящая битва. После развода с мужем, два года назад, 35-летней Луизе пришлось устроиться на временную работу и воспитывать троих детей. Жасмин, 11 лет, Мелиссе 6, а Дэвиду 4. И он не дает маме расслабиться. Это Жасмин. Ей 11. Ей нравится быть главной в семье Мелиссе Тихони. Она самая послушная и аккуратная. А Дэниел – это Дэниел. Он такой один на свете. Те, кто его не знают, думают, что он очаровательный, милый, прелестный мальчик. У него два лица, как у Джекила и Хайда. Главная причина конфликта – еда. Несмотря на трехразовое питание, Дэниел всегда хочет есть. Он скоро проглотит наш дом. Он ест больше всех нас. Утром он делает одно и то же, берет стул, пододвигает его к буфету и вынимает печенье. Он с боем съедает завтрак, но потом он требует печенье, потом йогурт. Неделю назад у него было 42 пакетика картофеля. Сейчас у меня 2,5 пакетика. И у Мелисы есть коробка для завтрака. Так он и ее проверяет, не осталось ли чего. Он все время хочет есть. Постоянно. Я хочу мороженое! Когда он не получает желаемого, он сообщает об этом всем. Дэниел опустошает не только холодильник Луизы. Он частенько наведывается вниз по улице, чтобы соседи угостили его чем-нибудь, чтобы его впустили. Он прибегает к разным уловкам. Привет! Я ударился. Ударился? Да. Где же? Здесь. Давай я подую. Его личный рекорд – 15 визитов за день. Можно ему войти, мам? Я не представляю, сможем ли мы когда-нибудь отвадить его. Он вечно будет околачиваться здесь. Представляете, он приходит 15 раз, стучится в 6 утра. Вернись в сад. Уследить за 4-летним ребенком нелегко. Я устала от постоянного плача и крика, ругани каждый день, каждые 10 минут. Я должна проверять его. Уровень стресса повышен до предела. Я как в ловушке. Иногда, я думаю, выхода нет. Детский психолог Лаверн Антробус в 13 лет помогает семьям, таким как Харкнетты. Она изучила историю семьи и пришла с видеозаписями для Луизы. Я знаю, что Луизе будет тяжело смотреть это видео и волнуюсь за нее. Она увидит, что на самом деле не может следить за поведением своих детей. Надо что-то делать, я не справляюсь. Здравствуйте. Я посмотрела вашу видеосъемку. Как вы думаете, что мы с вами увидим? Если честно, я даже думать об этом боюсь. Я очень волнуюсь. Я не знаю, как я буду реагировать. И должна признаться, что мне страшно смотреть это видео. Я не знаю, то ли я плохая мать, то ли мне надо быть с детьми более твердой, то ли я просто быстро сдалась. Я не знаю. Вы готовы? Да. Смотреть. Дэниел выпрашивал у мамы печенье 15 минут. Я хочу печенье. Хватит ныть. Мам. Что? Я хочу печенье. Дай печенье. О, Боже. Печенье. Мам, дай печенье. Мамочка. Что? Я хочу печенье. Хочу печенье. Нет. Ты разрешила. Я сказала нет. Ты сказала да. Я тебе не разрешала. Займись чем-нибудь другим. Отстань от меня. Так, пакетик с картошкой? Никакой картошки. Печенье или ничего? Все, хватит. Хватит. Больше тебе нельзя. Дэниел получил печенье, но он все равно недоволен. Хватит. 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 Давайте задумаемся, почему Дэниел так много ест, ведь он действительно зациклен на еде. Да, он все время просит есть. Он правда голоден? Он действительно не думает, что голоден, потому что он хорошо ест. Каждое утро он съедает завтрак. Он всегда полдничает. Я не думаю, что он голоден. Я вам верю. Я тоже считаю, что он по-настоящему не хочет есть. Если смотреть съемку, очень внимательно становится ясно, что это не жадность. Думаю, ему нужно ваше внимание. И, скорее всего, он хочет вашего внимания. Да. Мне кажется, он ест, чтобы успокоиться. Да. Я не знаю, знаете ли вы это по себе, но когда людям одиноко, они едят. Так он и развлекает себя. Он поднимает себе настроение едой, и когда выпрашивает еще, он просто привлекает ваше внимание. Но ему нужно другое внимание. Да. Я вижу, это заставило вас задуматься. Почему? Да. Я не умею открыто выражать чувства, особенно к детям. Дело в том, что я знаю, что это должно быть легко, должно быть просто. Но у меня не получается. Тогда нам надо научиться делать это. Сначала будет очень непросто. Все будет казаться довольно необычным. Но я уверена, что мы справимся. Это будет нашей отправной точкой. Воскресное утро. Без 15.7. Но соседям не до сна. Пока мама спит, Дэниел отправился в гости. И так всегда. Самое страшное, что я не знала, когда он ушел. Иди домой, оденься и приходи попозже. Это невозможно. Это ужасно. Я даже не знала, что он убежал из дома. Я еще спала. Какой кошмар. Даже не верится. Не понимаю. Боже мой. Надо сделать так, чтобы ребенок не смог выйти из дома. Это опасно. Он не должен самостоятельно выходить из дома, когда ему вздумается. Дверь должна быть заперта. А вам надо все время смотреть за ним, потому что может что-нибудь случиться. Давайте теперь разберемся в самой проблеме. Мне нелегко вам это говорить, а вам будет нелегко понять, что он убегает из дома, потому что не получает достаточно тепла. Он не получает достаточной поддержки, достаточного вашего внимания. Хотя вы знаете, что должны уделять ему хоть немного времени. Вот он и уходит к соседям в надежде получить все это. Ему нужно больше любви, больше теплоты. Да. Вы совсем не играете с ним. Да. Вы не бываете с ним, поэтому он убегает. Да. Если он не получает внимания дома, то он пойдет искать его в другом месте. Шестилетняя Мелисса не в настроении и не хочет слезать с кровати Дэниела. Отстань! Ложись в кровать! Двумя часами позже пора спать, и старшая сестра Жасмин укладывает упирающегося Дэниела спать. Ложись спать. Поэтому он бьет ее. Спать. Я все расскажу маме. Через пять минут приходит мама. Быстро ложись спать. Я шлепнула его сегодня. Я шлепнула его сегодня. Вы шоколады. Вас это поразило? Да. Очень. Очень. Видео так подействовало, потому что вы знали, что делаете, верно? Да. Я отвратительна. Я отвратительна. Так получилось, что все выплескивают негативные эмоции на Дэниела. Гнев, разочарование, усталость. Он отвечает за все. Конечно, он тоже вел и ведет себя неправильно, но он не понимает, что происходит. Да. И почему все против него? Абсолютно все. Каждый. Он должен все это выносить? К тому же, вы прекрасно понимаете, что детей нельзя шлепать. Это давно известно. Шлепки ничего не решают. Я сама себе отвратительна. Да. Это ужасно. Надо найти другой способ. Надо что-то придумать. Другой способ есть, и я буду работать с вами, чтобы научить вас контролировать себя и не срываться на ребенка. Быть уверенной в себе, даже если вас захлестывают эмоции, и ни в коем случае не шлепать малыша. Нельзя этого делать. Лаверн хочет научить Луизу, как правильно оказывать внимание Дэниелу. Луиза готовит обед. Обычно в это время Дэниел клянчит печенье или убегает. Лаверн поможет Луизе отвлекать Дэниела, вместо того, чтобы кричать и шлепать его. Ты рассказывала, как все обычно происходит. Кажется, начинается. Дэниел сразу начал выпрашивать у мамы печенье, и, как всегда, не получив его, отправился в гости к соседям. Дэниел, вернись! Сейчас с ним надо быть твердой, потому что ты не разрешила ему уходить. Пойди за ним, возьми на руки и принеси домой. Пойдем домой. Дэниел ждет, что предпримет мама. Сейчас самое время запереть калитку и объяснить ему, что он не должен уходить из сада. Смотри, калитка закрыта. Тебе нельзя убегать из сада. Будь здесь. Луиза впервые четко объяснила Дэниелу, что ему нельзя уходить. Он ждет какой-то реакции от тебя? Наверное, он ждет, что я запрещу карабкаться на калитку. Верно. Заметь, он ждет, когда ты среагируешь. Луиза промолчала. Он слез с калитки и вернулся в дом. На кухне Дэниел снова крутится под ногами и подбирается к плите. Не трогай. Не подходи к плите близко. Слышишь? Да. Пора начинать. Выброси это, пожалуйста. Хорошо. Вот так. Держи. Крепко. Готово. Молодец. Не урони. Иди сюда. Один. Два. Умница. Три. Отлично. Умный мальчик. Очень важно, что она подключила Дэниела. Он хочет быть с ней и проводить с ней много времени. Луиза, если ты будешь обращать на него внимание, он не будет тебе мешать. Луизе надо найти способ занять Дэниела, чтобы ему не было скучно. А она могла готовить. Устраивайся поудобнее. Что мы будем делать? Змеем. Тебе не обязательно сидеть с ним за столом все время. Да. Ты можешь уходить и возвращаться. Ты хочешь открыть? Открыти эту? Да. Ладно. Как думаешь, ему нравится? Он счастлив? Тебе нравится? Да. Тебе интересно? А в день рождения? В твой день рождения? Да. Он сказал, как в день рождения. Твоему сыну нравится? Да. Я не занималась ничем подобным с тех пор, как родила его. Теперь можешь попробовать оставить его, чтобы он играл самостоятельно. Да, я пойду на кухню готовить обед, но я скоро вернусь и посмотрю, что у тебя получилось. Хорошо? Да? Молодец. Замечательно. Она просто не понимала, что может доставить Дэниелу радость. Она сдалась, занималась только делами. Просто устала. Я надеюсь на лучшее сегодня. Она смогла распорядиться своим временем, приготовила обед и побыла с Дэниелом. Не забудь спросить его, что он делает, чтобы он знал, что ты с ним. Как дела, Дэниел? Сделал что-нибудь? Молодец. Отлично. Продолжай. Поцелуй, обними его. Покажи ему, что он молодец. И поцелуй, и поцелуй, и обними маму. Кто меня обнимет? Я. Спасибо тебе большое. Ты сегодня был послушным мальчиком, правда? Да? Как прошел день? Хорошо. Да? Да. И это не просто слова, верно? Нет, сегодня правда намного лучше. Главное, что Луиза смогла уделить внимание ребенку. Она играла с ним, ему не захотелось убежать. Зачем ему убегать, если мама здесь, если она все время с ним, если ему хорошо? Он счастливый мальчик. Научившись отвлекать Дэниела, Луиза смогла снизить уровень каждодневного стресса. Я хочу играть. Ты хочешь поиграть со мной? Да. Хорошее поведение Дэниелу помогло Луизе почувствовать себя увереннее. По совету Лаверн, она начала играть с ним каждый день. Раньше она этого не делала. Результаты впечатляют. Дэниел почти перестал бегать к соседям. Но все не так просто. Я хочу печенье. Дэниел все равно клянчит еду. Я хочу печенье. Лаверн посоветовала Луизе отвлекать его лаской, но пока не получается. Когда я очень устаю или настроение плохое, у меня не получается. Я бы обняла его, но не могу. Я не знаю, в чем проблема. Не знаю, почему это так происходит. Лаверн вернулась. Она считает, что проблемы начались, когда Дэниел только родился, а дочь Луизы Мелисса болела. Луиза, расскажи мне о первых месяцах Дэниела. Я не успела привыкнуть к нему. Не знаю, как это сказать. Не смогла по-настоящему полюбить его в первые два года жизни. Это была борьба. Для меня это была настоящая борьба. Вспомни что-нибудь хорошее. Я не помню. Я очень хочу вспомнить о чем-то приятном, но я не помню ничего приятного. Все мое внимание было сфокусировано на Мелиссе, потому что ей требовалось лечения. Расскажи подробнее. У Мелиссы были проблемы с почками. Я возила ее в больницу каждый день последние четыре года. Я почти жила на Грейт Ормонд-стрит. Плюс ко всему у меня был маленький Дэниел, поэтому они все время боролись за мое внимание. Если я обнимала Мелиссу, то Дэниел отпихивал ее. Это моя мама, не твоя. Мелиссе, не надо было сражаться за тебя. Она и так получала всю твою любовь. Да, она болела, и ты проводила с ней все свое время. Мы проводили вместе очень много времени. Но не с Дэниелом. Нет, значит, сейчас самое время дать ему всю ту любовь и заботу, которую он не получал. Да. Ему их не хватало тогда, и он все еще ждет их сейчас. Да, ждет. Он еще не махнул на вас рукой. Нет, конечно, думаю, он хочет, чтобы вы тоже не ставили на нем крест. Он меня очень любит. В этом все дело. Он так меня любит, так старается для меня. А я не могу отплатить ему тем же. Вы верите, что справитесь? Давайте попробуем. Да, думаю, да, мне надо поверить в себя. Надо попробовать. Лаверн посоветовала Луизе быть более стойкой. Я хочу мороженое. Мороженое будет позже. Но Луиза не пробует отвлечь Сина лаской. Она хочет занять его игрой. Смотри, когда ты закончишь рисовать, приходи ко мне, ладно? Думаю, он хочет больше времени проводить рядом со мной. Ему необходима эта близость. Он не получает желаемого в достаточном количестве. За следующую неделю прогресса почти не было, и Дэниел вернулся к прежнему поведению. Привет. Привет, Дэниел. Тебе лучше пойти к маме. Привет. Тебе лучше пойти домой. Почему ты не дома, Дэниел? Иди домой, Дэниел. Адам гулять не пойдет. Иди домой. К концу недели напряжение возросло до предела. Луизе стало тяжело контролировать эмоции. Возвращайся в сад. Вернись, чтобы я знала, где ты. Оставь велосипед. Оставь его в саду. Мне все равно. Пошли. Ты можешь не орать. Можешь молчать. Я не знаю, что со мной творится. Все вернулось. На круги своя. Это никогда не кончится. Дэниел ведет себя плохо, как никогда в последнее время. У меня голова треснет. Сегодня меня все раздражает. Я хочу все вернуть. Я была так раздражена, что сорвалась на детей, хотя не должна была. Луиза не справляется, и Лаверн вернулась. Меня беспокоит, что Луиза не может контролировать себя, когда она выходит из себя, попадает к детям. Они понимают ее слабость. Я хочу показать ей еще один способ, чтобы сдерживать себя и находить время для отдыха. Лаверн объяснила Луизе, что стресс можно снимать, вспоминая что-то приятное, умиротворяющее. Она отправила ее с детьми за школьной формой. Я хочу, чтобы форма... Нет, я же сказала, я объяснила, что мы будем делать сегодня. Я тебе говорила. Я знаю, что для Луизы прогулка с тремя детьми – это настоящий кошмар. Хочу посмотреть, как она справится. Почти пришли. Я чувствую, что они терроризируют ее, и она чувствует их давление. Я больше не могу, я не выдержу, у меня голова лопнет. Когда подниметесь, встаньте и ждите, пока он перестанет. А теперь попробуй дать себе расслабиться, отвлекись. Представь красивый сад или водопад. Не смотри на него, будь мысленно где-то еще. Это может продолжаться некоторое время. Подожди. Подожди еще немного. Теперь все. Посмотри на него и скажи, Дэниэл, если ты и дальше будешь плакать без повода, мы будем останавливаться. И стоять, и ждать, пока ты не замолчишь. Если ты не прекратишь плакать, ты будешь останавливаться и ждать. Теперь идите. Так, нам надо сюда. Но Дэниэл просто так не сдается. Он снова и снова испытывает мамино терпение. Молчи, не говори ничего, просто стой. Не реагируй на плач. Думая о приятном, Луиза нашла защиту от стресса. И, наконец, Дэниэл сдался. Все, хватит плакать. Вот это правильно. Я чувствую себя замечательно. Кажется, она очень рада, что нашла подходящий способ, чтобы успокаиваться в нужные моменты. Когда Дэниэл тоже успокоился, он получил свою первую школьную форму. Посмотрите, как хорошо сидит большой мальчик. Честно говоря, ходить по магазинам или гулять без ругани – это просто чудо для меня. Я даже не могу описать, как это здорово. Это потрясающе. Я чувствую, что контролирую себя. Я уверена, что больше не сорвусь. На следующий день Луиза опробовала новый способ успокаиваться дома. Нет, сиди здесь. В следующие 10 минут она отдыхала, игнорируя капризы Дэниэла, глубоко дышала и думала о приятном. Дэниэл успокоился без руганий и крика. Мы пойдем на улицу, да? Тогда возьми ботинки, надень их, и мы пойдем на улицу, или можем пойти в парк. Согласен? Хорошо. Я не хочу. Ты хочешь посидеть дома и поиграть на компьютере, да? Ты успокоился, да? Молодец. И незачем было плакать, верно? Я включу компьютер. Когда жизнь вошла в нормальное русло, Лаверн устроила последнее испытание. Лаверн поможет Луизе погулять с детьми в парке. Они взяли ролики. Задача Луизы – следить за дисциплиной и безопасностью. Я искренне желаю Луизе успеха. Сегодня дети должны делать то, что им захочется. Обычно на таких прогулках царит абсолютный хаос. Сегодня мы постараемся избежать его. Послушайте меня. Но все не так просто. Дети не слушаются. Мелисса ушла без Панамы. Мелисса! Вернись, пожалуйста. Это не смешно. Жасмин, иди сюда. Иди сюда. Что ты хочешь? Что? Нет, мы сейчас не едим. Сейчас у нас классическая ситуация. Луиза – одинокая мама. Привела трех непослушных детей в парк поиграть. Но дети не хотят играть в мяч. Ей трудно заинтересовать их. Они принесли с собой еду. Даниила гораздо больше интересует еда, чем самокат. Ты готов? Хочешь пойти покататься на самокате? Нет! Или ты хочешь посидеть здесь со мной? Не уходите далеко. Непонятная инструкция номер один. Не уходить далеко. Дети не знают, что это значит. Она должна четко оговорить расстояние. Луиза, чтобы я поняла, что ты контролируешь ситуацию, скажи детям, чтобы не уезжали дальше вон того знака. Видите тот большой знак у дороги? Видишь его, Мелисса? Не уезжайте дальше него. Сначала наденьте шлемы. Хорошо. Луиза, скажи им, что есть правило. Когда катаешься на чем-либо, обязательно нужен шлем. Послушайте, когда катаетесь, нужен шлем. Молодец, Луиза. Теперь они поняли. И будьте неподалеку. Ты поедешь с Дэниелом, да? И не так быстро. Хорошо. Вот так. Отлично, Луиза. Фантастика. Молодец. Умница, Дэниел. Посмотрите, как здорово. Замечательно. Дети нашли занятие. Давай, поехали. Можете в это поверить. Я знаю. Луиза освоилась и может отдыхать вместе с детьми. Луиза, обрати внимание, что сегодня ты вела себя с детьми совершенно иначе. Вы с Дэниелом наслаждались общением друг с другом. Ты почувствовала это? Да. Это было потрясающе. Да. Вам надо чаще гулять. Да, мы постараемся. Это большая ответственность. Для Луизы это были пять долгих недель. Но, наконец, жизнь начала налаживаться. Дэниелу теперь нравится дома. Но на случай, если он вдруг захочет убежать, Луиза установила щеколды. А ну-ка, слезайте, молодой человек. Молодец. Я не шлепала его последние пять недель. Он перестал плакать без причины и клянчить еду. Он не подходит к буфету. Порядок. Когда Дэниел перестал вопрошивать печенье, он стал больше времени проводить с мамой. Я вижу, что вы оба сильно изменились. Ваши отношения стали совсем другими. Ты можешь описать их? Да. Наши отношения изменились. Я сразу начинаю скучать, когда не вижу его рядом. Но самая главная перемена произошла в тебе самой. Ты приобрела утраченные чувства уверенности в себе. Перестала срываться над детей. Они выглядят намного счастливее, чем раньше. Ты же сама заметила. Мой малыш! Хороший мальчик. Фильм озвучен компанией Art Media Group по заказу телеканала «Мать и дитя». Автор русского текста Екатерина Чекунова. Режиссер Анатолий Тихонов. Текст читали Ирина Маликова и Александр Котов. Режиссер Анатолий Тихонов.